Музыка Всем доброго утра, хорошего дня и уютного теплого вечера. Я Надежда, и вы на моем канале, который называется Надежда Жилова. Сегодня я пришла к вам со своими любимыми ленивыми жаккардами. Чем отличается обычный жаккард от ленивого? В обычном жаккарде вы вяжете 2-3 нитки, и постоянно их надо менять, увязывать, перепутывать, крутить, чтобы не было больших протяжек. Здесь вяжется все время одной ниткой. Сначала одной ниткой, потом другой. Два ряда одной ниткой, два ряда другой. И получается такой рисуночек. Это очень хороший вариант для использования остатков ниток. Если у вас есть какие-то остаточки, которые вроде бы на часть изделия у вас и есть, а остального не хватает. Можно связать его такими ленивыми жаккардами, любыми. И для детской одежды, для носков. Я, например, носки обычно вяжу с такими узорами. Получаются интересные носочки. Они есть крупнее, мельче. Я вам оставлю под видео, в инфобоксе, ссылочку на жаккарды. Вы выберите для себя, какой вам нравится жаккард. А сейчас я просто хочу показать принцип вязания ленивого жаккарда. Я буду вязать поворотными рядами, но я повторяю, что их можно вязать и по кругу. Менять по кругу, просто посчитать хорошо, внимательно раппорт, тут 8 петель. Ну, в любом узоре есть раппорт. Раппорт 8 петель. Высоту тут 14 рядов. Есть меньше, есть больше. Выбор очень широкий. Давайте посмотрите, как я его вяжу, а потом решите. Нравится вам это или не нравится. Приступаем. Итак, начинаем тестировать узорчики для моего нового проекта. Как громко звучит проект? Это будет джемпер или плувер, как его правильно назвать, из остатков. Так как остатки всегда бывают разного цвета, и я решила, что я буду их вязать со вставочками основной цвет и вставочки разных цветных полосочек. Но полосочки не просто полосочки, а ленивый жаккард. Мой любимый ленивый жаккард. Я набрала 27 петель, провязала сколько-то рядов, я их не считала. Я просто подошла к тому, когда я начну вязать уже узор. Сейчас провяжу изнаночный ряд и начну уже вязать узорчик. Почему я люблю ленивые жаккарды? Ленивый жаккард это не просто полосочка, это какой-то рисунок, какой-то узор. Их существуют миллионы этих. Ну, не миллионы, но очень много всевозможных схем ленивого жаккарда. Есть крупный ленивый жаккард, есть мелкий. Одним словом, на любой вкус, кому как нравится, все подойдет. Например, я вяжу часто носочки с ленивым жаккардом. Они очень красиво выглядят, но обычно же носки вяжутся, если специально, конечно, покупать пряжу, они вяжутся все одним видом пряжи. А если вязать просто для домашнего обихода, не для красоты, а для тепла, хотя они получаются тоже очень красивые и теплые, то я вяжу обычно из остатков. Итак, вот мой лицевой ряд. Что я делаю? Ввожу, я взяла специально контрастные ниточки, чтобы было хорошо видно, что я вытворяю, и начинаю вязать. В ленивом жаккарде вяжется постоянно одной ниткой. Ну, кромочную я тоже провяжу, чтобы нитку закрепить. Две лицевые красной ниточкой, одна петля снимается. Три лицевые, раз, два, три. Одна петля снимается. Опять, три красненькой или вишнёвой, одна снимается. Три вишнёвой, одна снимается. Нить за работой. Три вишнёвой, одну снимаю, нить за работой. Три вишнёвой, одну снимаю, нить за работой. Две лицевые и кромочная. Да, я забыла вам сказать, что раппорт этого рисунка 8 петель и 17 рядов. Изнаночный ряд мы вяжем таким образом. Кромочную я снимаю. Три изнаночные, одна петля снимается, нить перед работой. Три изнаночные, то есть вы же видите, что я их вяжу контрастным цветом, одна снимается, то есть вишнёвым. Три провязываем, одна снимается. И так до конца ряда, пока не закончу. Провязала я два ряда вишнёвой ниточкой. Теперь ввожу в работу опять основную нить. Кромочную провязываю, чтобы ниточку закрепить. Одна лицевая, одну снимаю. Две лицевые, одну снимаю. Две лицевые, одну снимаю. Одна лицевая провязывается, одну снимаю. Две лицевые, одну снимаю. Две лицевые, бежевой, одну снимаю, одну провязываю, одну снимаю, две лицевые, нить все время за работой, одну снимаю, две провязываю, одну снимаю, провязываю одну лицевую и кромочной изнаночной. Вот, что-то у нас уже вырисовывается. Изнаночный ряд мы вяжем таким образом, кромочную снимаю, и провязываем петли, которые у нас того цвета нитки, которые мы вяжем в данный момент, а ту контрастную ниточку, петельку, мы снимаем нить перед работой. Провязываем петли родной ниточкой, контрастную снимаем. Провязываем петли той ниточкой, которую вяжем, контрастную снимаем. И так до конца ряда. Опять в работу вступает у меня красная ниточка, вернее вишневая. Кромочную я провязала, 1 петля снимается основного цвета, которую мы провязывали в предыдущих рядах. Нить за работой. Две петли лицевые. Одна снимается, одна провязывается. Одна снимается, две лицевые. Одна снимается, две провязывается. Одна снимается, одна провязывается, одна снимается, две провязываются. И так до конца ряда. Нить за работой. Одна снимается, две провязываются. Одна снимается, одна провязывается, одна снимается, одна провязывается, вернее две провязываются, одна снимается, кромочная. Ну, изнаночный ряд, я вам уже сказала, мы вяжем той же ниткой, которой мы вязали лицевой ряд. И провязываем петли такой ниточкой, а петли контрастного цвета снимаем нить перед работой. Снимаем их непровязанные. Итак, мы провязали уже 4 ряда раппорта. Пятый ряд. Пятый ряд у нас будет опять бежевой ниткой. Кромочную я провязываю. Две лицевые, одну снять, нить за работой. Три лицевые. Раз, два, три. Одну снять, нить за работой. Три лицевые. Одну снять, нить за работой. Три лицевые, одну снять, нить за работой. Три лицевые, одну снять, нить за работой. Две лицевые, кромочная. Вот у нас вырисовывается что-то. Шестой ряд. Шестой ряд изнаночный, провязываем три лицевые, петлю, которую мы снимали в лицевом ряду, тоже снимаем, нить перед работой. Три лицевые, одну снять, нить перед работой. Три лицевые, одну снять, нить перед работой. И так до конца ряда. Седьмой ряд. Опять меняю нить. Кромочную провязываю. Одна лицевая. Одну петлю снимаю, нить за работой. Две лицевые. Одна снимается, нить за работой. Две лицевые. Одна снимается, нить за работой. Одна лицевая. Одна петля снимается, нить за работой. Две лицевые. Одна петля снимается, нить за работой. две лицевые, одна снимается, две лицевые, снимаем, лицевая и кромочная. Все. Изнаночный ряд опять же мы вяжем точно так же, как мы вязали предыдущие. Провязываем те петли, которые мы провязывали в лицевом ряду, те петли, которые мы не провязывали, снимали, снимаем и в изнаночном ряду, но нить уже перед работой. Изнаночный ряд вяжется изнаночными петлями. Так, это у нас одиннадцатый ряд. Я, по-моему, с нумерацией рядов ошиблась, но я напишу вверху над видео. Каждый ряд я пронумерую, потому что просчиталась я. Это у нас одиннадцатый ряд. Кромочную я провязываю. Одна лицевая снимается. Две лицевые провязываются. Одна снимается. Нить за работой. Одна провязывается. Одна снимается. Две провязываются. Одна снимается. Две провязываются. Одна снимается. Одна провязывается. Одна снимается. Две провязываются. Две провязываются. Опять. Одну снимаю. Две провязала лицевой. Одну сняла. Одну провязала. Одну сняла. Две провязала. Одну снимаю. Кромочная. Изнаночный. изнаночный ряд 12 мы провязываем точно так же как и все остальные те петли, которые провязывались провязываются изнаночным те, которые снимались, снимаются нить перед работой 13 ряд раппорта опять меняю ниточку на вишневую кромочную провязываю 2 лицевые вишневой 1 петлю снимаю нить за работой 3 лицевые 1 петля снимается нить за работой опять 3 лицевые 1 снимаю нить за работой 3 лицевые 1 снимаю нить за работой 3 лицевые 1 снимаю, нить за работой 3 лицевые 1 снимаю, нить за работой 3 лицевые вернее 2 лицевые и кромочная получилось 3 лицевые так изнаночный ряд ну как обычно это уже 14 последний ряд раппорта провязываем те петли, что мы провязывали провязываем изнаночные непровязанные петли снимаем точно так же как в лицевом нить перед работой 3 лицевые 1 снимается нить перед работой и так до конца ряда провязываем до конца после последнего 14 ряда раппорта я провязала опять несколько рядов основной нитью и вот что у меня получилось теперь осталось его отпарить отгладить, постирать и можно уже использовать я думаю, что я этот узорчик использую в своем полувере результаты я вам потом обязательно покажу обязательно отчитаюсь если вам понравилось подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии спасибо всем, кто сегодня со мной был кто вязал вместе со мной на этом будем прощаться пока-пока переедьте себя своих родных и близких пишите комментарии пишите комментарии